Между тем, для работы на Восточном полигоне на Новочеркасском заводе создали уникальный локомотив. Сейчас электровоз пятого поколения с асинхронным тяговым двигателем 3S5S проходит испытания на полигоне в Нижд в Щербинке. Юрий Костин изучил особенности новой машины. 3S5S это младший брат магистрального грузового электровоза переменного тока 2S5S. Разница между машинами в том, что новый локомотив трехсекционный сегодня один из самых мощных электровозов в мире. И в будущем он может заменить на сети знаменитые Ермаки. Грузовой электровоз 3S5S локомотив пятого поколения с российским асинхронным тяговым приводом. Он может выдерживать 30-минутный форсированный режим для преодоления сложных участков. Машина разработана для эксплуатации на Восточном полигоне по заказу РЖД в рамках программы по импортозамещению 80% комплектующих российского производства. Этот электровоз, условно говоря, может претендовать на место в книге рекордов Гиннеса, которое сейчас занимает четырехсекционный Ермак, поскольку его мощность и, соответственно, тяговые возможности примерно на 5-7% выше, чем у четырехсекционного 4S5K. На равнине он позволяет водить поезда до 9000 тонн, на горном профиле и на условиях восточных полигонов до 7600 тонн. Самые длительные испытания для нового электровоза – тягово-энергетические. Проверяют КПД, силу тяги, скорость и другие ключевые параметры. Перед этим локомотив уже прошел около 5000 километров. Это как обкатка у машины. Машина неплохая. Так работала без сбоев. При какой максимальной скорости вы его разгоняли? 120 было. И уверенно шла? Да. Ну, если хотите, попробуем 120. Еще одна отличительная черта 3S5S – поосное регулирование. Эту особенность локомотива можно сравнить с полным приводом у автомобиля. Как пример, при равной мощности двух электровозов машина с поосным регулированием сможет перевести состав большей массы. Еще предстоит пройти ходовые испытания электровоза. Для этого перенесем сейчас на полигон Белореченский. Там специально подготовлены по стрелкам, по кривым. Будут ходовые испытания там еще проходить. А здесь в Чербинке вообще сколько пробудет? Ну, ориентировочно около двух недель, трех планируем закончить. Полный цикл испытаний 3S5S планируют завершить в этом году. А уже в 2020-м один из самых мощных электровозов в мире может выйти на полигон РЖД. Юрий Костин, Александр Серцев, РЖД-ТВ, Москва.